В России 8 июля отмечают День Семьи, Любви и Верности. Покровители этого праздника – святые Пётр и Феврония Муромские. Сейчас мы спросим у прохожих, как сохранить любовь в отношениях. Чтобы отношения были долгими, главное, чтобы люди, семья, любил друг друга, помогали друг другу и уступали. Естественно, иначе они будут сейчас ругаться. Любовь – это на первом месте первые три года. Потом наступает уважение, потом доверие. И в семье, я считаю, она будет долгой, если будут какие-то семейные праздники. То есть это обязательно должно быть. Только вот у меня не получилось, а хотелось. Поэтому всем любви. Петр Февронии поможет. И обязательно надо съездить молодоженам всем, в Муром, к мощам Петра и Февронии. Рекомендую. Было вообще ощущение легкости. Какую-то вот именно там любовь. Если хотите начать любить, начните именно с этого святого места. Ну, во-первых, надо чаще шутить. Смех не продлевает жизнь и не укрепляет отношения. Надо дружеские подколы. Это обязательно. Надо периодически, я считаю, так. Скрываться где-то на часик, не отвечать на звонки, ничего. А потом, опа, и с цветочками вернуться домой спокойно. Шутить, чаще шутить, чаще смеяться. Любовь, верность, бла-бла-бла, это само собой. А вот без шуточки, без перчинки будет тупо грустно. Две вещи. Это очень внимательно слушать друг друга. И понимать, о чем говорит твой муж или твоя жена. А второй момент, ну, на мой взгляд, это немного юмора не помешает. Люди очень часто серьезно ко всему относятся. И из-за этого начинают спориться, после чего начинают ругаться. Ну, я думаю, все-таки стоит любить искренне и доверять человеку. Я думаю, это самое важное все-таки в отношениях. Мы в браке с мужем уже 7 лет. Уже, не уже, я не знаю, много это или мало. Конечно, времени не хватает. И я считаю, что для поддержания именно таких отношений, теплых, семейных, нужно больше времени проводить с ребенком. Что мы и стараемся делать, собственно. Хотя бы выходить куда-то там в парке гулять или кататься на велосипедах. Нужно находить общие какие-то точки соприкосновения, увлечений. Возможно, какие-то мероприятия посещать. Хотелось бы, чтобы их было больше. Мне кажется, нужно доверять друг другу. А еще быть честным, всегда говорить правду. И, мне кажется, нужно просто любить друг друга. Кто-то, у кого-то так получается, чтобы не надоесть, а кто-то кому-то надоедает, но все равно живут. Я вот прожила с мужем 50 лет. Ну, всякое было в жизни. И надоедали, ну, мы не расходились, ничего. Но вот прожили до конца. Вот муж умер, а я еще вот пока леплю. Поэтому, как сказать? Ну, тут это очень все по-своему. Это настолько индивидуально. У каждого свое. Все мы сходимся. Кто-то воспитывался в семье такой. Он в такой. Я воспитывался в другой семье. А надо вот сделать теперь свою семью. И вот здесь-то вот начинается. Поэтому трудно сказать. Но притрешься, значит, все будет нормально друг к другу. Понимать надо, уважать. В первую очередь понимать.